Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня большой светлый праздник, даже два праздника, Католическая Пасха и Вербное Воскресенье. Хочу поздравить всех своих подписчиков со светлым этим днём, пожелать мира, в первую очередь, здоровья, любви, миротворения в душе, в голове. Пускай вас окружают только добрые, хорошие, доброжелающие люди. Это очень важно. Благодарю вас всех за то, что вы без конца интересуетесь, переживаете, пишете о том, как мы, как мои дети, безопасности ли мы. Спасибо вам большое за вашу душу, за ваши переживания, за вашу заботу. Очень вам благодарна за это. Я это всё ценю. Мы в безопасности. Спасибо Господу, что нам удалось, посчастливилось вовремя спастись от этого всего. Правда, за это время тоже немало пережили, перемучились. Но, слава Богу, мы в безопасности, детки в безопасности. Это самое главное, потому что то, что творят русские спасатели, русскоязычных, таких как я, что они делают с людьми, с женщинами, с детьми, с стариками, это просто кошмар, не передать словами, не описать, я не знаю, просто твари. Твари, те, кто выдают эти приказы, те, кто исполняют эти приказы, я не знаю, человеком не поворачивается язык назвать. Дай Бог, чтобы это всё закончилось. Очень страшно, очень больно переживать. Это уже 53-й день войны. 53-й день с того момента, как мы проснулись от бомбёжек, от ударов ракет. Я это всё видела на свои глаза, проснулась от ударов. Удары не прекращались, они продолжались. Мои дети тоже от этого проснулись в испуге, в истерике. Потом сирены за сиреной. Слава Богу, мы сейчас в безопасности, в спокойном месте. Но тоскуем по дому, по родной земле. Потому что я родилась в Украине, у меня мама украинка. Для меня это родина, родная земля. Так же, как и Армения и Украина, я не могу разделять. Одинаково болит душа. Когда была в Армении война, погибали люди. Так же, как и в Украине. Очень трудно. Я желаю всем, всем людям мира, добра, здоровья. Пускай поскорее эти тёмные дни закончатся. Пускай люди наконец-то поймут, что нет никаких ни нацистов, ни фашистов. В Украине я родилась, выросла здесь. Я русскоязычная. Я говорю, пишу, читаю, вещаю с вами, общаюсь на русском языке. Никогда никто ко мне никакой претензии даже косо не посмотрел. Я не знаю такого человека, кого бы обидели из-за того, что он говорит по-русски. Я не знаю, что придумали эти черти, что они все в голове держат, что они хотят от этого мирного населения. Они тупо истребляют. Это геноцид. Это геноцид украинского народа. Это страшно. Страшно то, что они творят с детьми, невинными детьми. Это насилие. Я не знаю. Не пожелаю никому это пережить. Только желаю одному же поскорее этот ужас, все закончилось. Это страшно. Пускай будет мир над нашей головой, над головой наших детей, детей наших детей. Никто этого не заслуживает, никто этого не должен. Не должен видеть, знать и даже слышать. Психика нарушается. Я не знаю, у меня ребенок с утра встает и спросит телефон. Я думаю, может поиграть, просит игры, мультики посмотреть в ютубе. Я смотрю, мой ребенок слушает новости. Подхожу, говорю, дочь, что ты смотришь? Думаю, может случайно и в ленте попало, и она не переключает и смотрит, слушает. Она говорит, я смотрю новости. Говорю, зачем? Говорит, мама там про войну на Украине рассказывает. Говорю, не смотри, дочь, это не нужно тебе, ты маленький ребенок. Смотри мультики. Переключай. Она говорит, нет, я не буду переключать. Я сама это искала и нашла. Ребенок пишет в поисковике новости и ищет новости про Украину. У ребенка болит душа. Она переживает о том, что происходит у нее дома. Она переживает, остался ли ее дом, не разрушился. Постоянно спрашивают, не прилетит ли ракета в дом. Когда слышат какой-то громкий грохот, шум, сигнал какой-то, они уже пугаются. Говорят, этот Путин дурацкий снова сюда пришел. Он пришел сюда, тоже пришел. Мы их успокаиваем. Говорят, нет, здесь все хорошо, здесь безопасность, все нормально. Но психика детей уже не в порядке. Я не знаю, что творят они. А что говорить уже тем людям, которые сейчас находятся там, не могут покинуть свои дома, которые постоянно под бомбежками, без воды, без света, без тепла, без еды. Это просто страшно. Дай Бог, чтобы все это закончилось. Чтобы люди, которые все еще поддерживают эту войну, прозрели. Я не понимаю людей, которые пишут, так им и надо, так надо. Там фашисты, там нацисты, там бандеровцы. Я не знаю, кто бандеровцы, где бандеровцы. Может, это я бандеровец? Может, мои дети бандеровцы? Русскоязычные бандеровцы. Мы любим эту страну. Мы в ней живем. Это свободолюбивый, добрый, мирный народ. Они любят свою родину, любят свою нацию. Ничего в этом такого нет. Все должны любить свою нацию. У меня две национальности. Отец армянин, мать украинка. Я люблю и одну, и вторую. И нет ничего в этом презренного. То, что люди любят свою нацию, свою культуру, свой язык. Я не знаю, к чему прицепились эти русские. Я понимаю, что не все русские там так думают, этого хотят. Но многие, у меня даже есть родственники в России, родственники в Крыму, которые зомбированы, зомбированы этим русским телевидением. Они не понимают, они не понимают, что происходит. Они думают, что нас спасут. От чего спасать? Они нас спасают от мирной жизни, превращая нашу жизнь в ад. Спасибо вам. Спасибо вам за ваше переживание, за ваше внимание. Берегите себя. Живите. Каждым днем радуйтесь. Каждому дню никогда не откладывайте ничего на потом. Потому что никто не знает. Никто не знает. У нас одни планы, а у каких-то сумасшедших рядом совершенно другие планы на наш завтрашний день. Поэтому живите, радуйтесь, благодарите Бога за каждый день. Живите на полную. Сегодняшним днем будьте счастливы. Будьте здоровы. Говорите о том, как вы любите всем своим родным. Обнимайте, целуйте. Не откладывайте на потом. Будьте счастливы сегодня. Целую вас, обнимаю, всех люблю. Надеюсь, что очень скоро настанет мир. И мы с вами сможем встречаться в моем видео-кулинарном блоге снова у меня на кухне за приготовлением вкусной еды с добрыми вещаниями о мирной жизни. Спасибо вам всем. До встречи.